Что грозит разработчику программы электронного декларирования? Суд сегодня избирал меру пресечения Юрию Новикову. Сторона обвинения утверждает, что он разворовывал госсредства, выделенные на этот ресурс. И сумма немаленькая, почти миллион. Продолжит Александр Васильченко. Залог практически в миллион гривен. Личное обязательство не покидать Киев и присутствовать на всех следственных действиях. Соломинский рассуд столицы избрал меру пресечения с руководителю предприятия Миранда Юрию Новикову, который занимался разработкой программного обеспечения для декларирования. Размер залога определили в соответствии с суммой нанесенного убытка. Деньги Новиков обязан нести в течение пяти дней. Адвокат Новикова утверждает, решением суда недоволен и в ближайшее время будет подавать апелляцию. Нужно прочитать позицию суда, которую он изложит в полном тексте решения. Затем будет принято решение. Мое личное мнение изложено в закроченях. Мы не согласны с тем, что нужно применять заставу в данном случае и в данном размере. По словам прокурора, в следствии установило, по поручению Новикова, разработкой программного обеспечения занимались неквалифицированные специалисты, студенты одного из вузов. Также якобы экс-руководитель через фиктивную фирму в Эстонии обналичил и присвоил деньги, выделенные на разработку ресурса. В то же время прокурор уверяет максимум, что грозит Новикову это штраф, поскольку статья, по которой его обвиняют, предусматривает только административное наказание. Александр Васильченко, Иван Матриченко. Подробности телеканал Интер.